Обвинение в адрес депутата. Зампредседателя Каушанской территориальной организации платформы «Да» Михаил Бобиков считает, что автомобили его семьи подожгли из мести. Инцидент произошел в пятницу рано утром в Каушанах. На записи камеры наблюдения видно, как некий мужчина поджигает на стоянке машину, принадлежащую сыну Бобикова, и вскоре огонь перекидывается на стоящий рядом микроавтобус. Фермер уверен, автомобили подожгли из-за их протестной деятельности. У Бобикова есть подозреваемый. Бывший мэр Каушан. Я на протесте сказал, что убрал его из мэрии, выгоню из парламента. В его адрес много обвинений. Он испугался, занервничал. После этих слов и случился поджог. Имя депутата Фермер не назвал. В интервью нашему телеканалу зампредседателя платформы «Да» сообщил, что речь идет о Григории Репищуке из платформы за Молдову. Получить комментарий депутата не удалось. Он не отвечает на телефонные звонки. Бобиков и Слуцарь усомнились в том, что полиция найдет заказчика. Фермер обещал отомстить. Я бывший военный. В 90-е служил в Армении в горячей точке. Ничего не боюсь, если речь идет о моей семье, детях. Не остановлюсь ни перед чем. Оторву голову. Найду всех. Между тем, фермеры во время протеста обещали собрать деньги и купить Бобикову новый автомобиль. Каждый даст сколько сможет и купим машину. В платформе «Да» утверждают, что на ее активистов оказывается давление, предпринимаются попытки запугать. Пытаетесь бандитскими методами ввергнуть страну в хаос? Это будет на вашей совести. Депутат ПДС Сергей Литвиненко написал в Фейсбуке, что, по всей видимости, вернулись методы разборок 90-х, когда ракетиры и бандиты поджигали дома и машины, и призвал к объективному и оперативному расследованию этого случая. По данным полиции, в деле о поджоге машин подозреваемых пока нет.